Пауэрлифтер Михаил Кокляев и Андрей Скоровный. И вот я стою, и я просто такой, знаете, стройняшка-фитоняшка. Есть такое. Не фитоняшка, а фитонях. Ты знаешь, я себя ощущаю так, как примерно, как ты себя сейчас. Я тоже такой немножко на легке, пушиночке, да. Потому что раньше, и, кстати, Миша тоже, он раньше весил на сколько килограмм больше? Самый большой вес был у меня 174, но когда я решил сбросить, мой вес был 165 килограммов и сегодня 135. То есть минус 40. Ну, да, ну, самого максимального. У меня около минус 20, поэтому мы все чувствуем себя немножко фитоняхами. Фитоняхами. Мы вам покажем 5 фотографий, а вы скажете, насколько эти игроки способны быть пауэрлифтерами или бодибилдерами? Ну, предрасположенность генетически, вы же умеете, опять же, погнали. У нас есть фотографии. Бицульки-то, а? Как там? Бицульки весьма впечатляют. Кто-кто? Бицульки. Бицульки. Парень духовитый, видно? Птиц Курбанов, капитан наш. Это видно, нажим нажимает парень, нажимает нажим, плечи, дельта видны, задняя дельта. Семен Антонов. Это же, это же усик. Руки-базуки у него для кухол. Похоже на усика лицо, а? Руки-базуки для кухол. Руки-базуки. Здесь просто он вытянул руки, но вот видно, что бицепс такой у него, ничегошенький. Ну, я думаю, что в этом парне где-то около 125 килограммов весу. Да, 118-1190. Вот такое что-то такое. Вот так вот, на глаз Михаил Аклеев определил. Багатырышка. Мне кажется, он даже не прыгал до кольца, а просто так стоит. Просто руки поднял, да? Так нет, мне даже кажется, что он поднимает кольцо вверх. Что из всех перечисленных, где самый предрасположенный был, к набору массы, скажем так? Я респектую вот парню, который сидит на диете, у которого выражены дельты. Никита Курбанов? Да. Прависсимо. Пауэрлифтер и бодибилдинг. Сейчас сразятся в баскетбол. Я вас очень прошу, пожалуйста, давайте до двух забитых, ну так вот здесь не просто, а нежнее. Пожалуйста, нежнее. Давайте, я судья. И поехали. Слишком нежно. Мы по-качковски, да? Да, да, да. А я же не понимаю, где... По-качковски. О, есть. Так, подожди, ты себя забил. А, это я его забил, да. 1-0. 1-0. 1-0. Поехали. Дальше, дальше. 1-1. Подвухотворенные пальчики, давайте. О, Михаил выиграл. Блестяще. А ручки-то помнят. У меня был такой баскетбол. А, был? Да, конечно. Это же, это же игра моего теста, конечно. Сергей Белоголовцев, как настроение? Ой, я вообще в таком восторге пребываю, потому что я же страшно люблю баскетбол. И в связи с тем, что баскетбольного «Спартака» нет, я болею, конечно, за ЦСКА. Ну, я знаю, что сейчас болел, и так вот делают. О, мясо, сдохни, и все такое прочее. Ну, я просто люблю эту команду. Как вспоминается работа на матче в ЦСКА? Давайте поностальгируем. Ой, ну это вообще, это был восторг полный, потому что, ну, во-первых... Это я помню даже. Да, 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 да. Слитий хряпает. Ну, это был, конечно, огромный восторг, потому что можно было смотреть бесплатно баскетбол. Можно было болеть, причем так, от вольного. Орать, ругаться, кричать всякие гадости в адрес соперников цисковских. И тебе еще за это платили деньги. Согласен. То есть это вообще просто, я не знаю, это было не лучшие вообще, наверное, дни в моей жизни. У нас Джоэл Баламбой, человек, который допрыгивает почти до верхнего края щита. Ну, Баламбою надо немножечко, мне кажется, подприбавить, не знаю. Подприбавить в чем? В массе? Знаешь, мне кажется, в уверенности. В уверенности. В уверенности. Потому что, ну, ты большой, ты огромный чувак. Мне бы хотя бы половину твоего роста. Я бы выходил и просто задница и бы продавливал любого. Певцы, композиторы, продюсер Артик и Каша. Привет, привет, привет. Как часто бывали, бываете на баскетболе, бывали в этом году? Не так часто, как хотелось бы, но я думаю, будем справлять это. У меня было пару раз, причем было за границей. Ну, все на любительском уровне, но тем не менее. А ты играешь? Не, если, я так редко, если честно, я очень люблю смотреть, потому что, когда я вижу, как играют такие крутые ребята, у меня сразу такие внутренние комплексы появляются. Но касательно того, что вы видели, хочется отметить, что мы снимали классную историю, нашли в Москве офигенную площадку, баскетбольную такую, где отсняли прикольный сниппет к треку нашему общему. И решили сделать, да, в таком Майами Вайбе. Как-то знакомый из баскетболистов, может быть, за кем-то следить так особо? Пока нет, он сегодня познакомился. Но у меня есть мяч, где-то года четыре назад я купил на благотворительном аукционе баскетбольный мяч в СССР с росписями всей команды. Хореограф Егор Дружинин. Здрасте, всем здрасте. Как часто бываете на баскетболе? Последний раз, Жень, был в прошлом году зимой на игре, нет, в Нью-Йорке на Мэдисон-Скуэр-Гарден мы смотрели игру Никс. Мы вообще болеем, ну так, жилось традиционно, потому что мы жили в Нью-Йорке за все нью-йоркские команды. И по баскетболу, и по хоккею, и по баскетболу. Поэтому мы никогда не были, правда, к сожалению, на игре Бруклин-Нец, но мы были на Никс, мы смотрели, как они играют с пеликанами, к сожалению, в этот день мы проиграли. И как назло, мы не хотели идти в этот день, мы хотели вот ровно, когда прилетели, первого же числа сходить на игру. Они выиграли до, и потом выиграли после. А на ту игру, на которую пришли мы, ее они, к сожалению, слили. У меня папа играл в баскетбол, очень хорошо играет папа, но он сейчас уже взрослый, вот, а в свое время он играл отлично, и всему, что я знаю в баскетболе, меня научил отец. А вообще, я играю, я кандидат-мастера по бейсболу. У нас в баскетболе есть, ну, а у нас, ну, у нас, в частности, группа ЦСКА, самая прекрасная его часть, какая? Группа лидеры. Есть, конечно. А вы знаете, что в моей биографии есть эпизод, связанный с чир-лидерами ЦСКА? Я ставил для них в свое время. Да. Я, правда, не помню, чем это дело закончилось, наверное, каким-то номером интересным. И я их познакомил еще с несколькими ребятами из стрит-джаза, которые потом для них продолжали ставить. Насколько я знаю, группа поддержки ЦСКА самая лучшая. Не, ну, это очень прилично. Главное, с задором. Вот. Мне кажется, что это самое главное. Выдвижение, показать, которое вы будете болеть за нашу команду. Как? Как? Я буду... Каким выдвижением? Как это сделать? Давайте. Как? Я не знаю. Ну, что ты такое? Вот так. И вот так. Бакан, да. Окей, хорошо. Дамы и господа, Егор Дружинин, последний вопрос. И все. Прогноз счета на сегодняшнюю игру. А, еще я буду вот так болеть, наверное. Особенно, если будут... Спасибо огромное. Егор Дружинин, хореограф, режиссер, самый известный танцор нашей страны. Меня зовут Евгений Светы. Всем спасибо. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин